всем привет давайте в этом ролике рассмотрим как сделать голову черного плаща если вам интересно то возможно можно рассмотреть можно ли сделать именно полностью персонажа скульпт из альфа 6 или вот у скульпт джел пишите под роликом если что я сниму на эту тему ролик все давайте рассматривать как сделать именно черного плаща прикольный персонаж из детства и так вот такая сфера заходим в рендеринг так сначала давайте на русские переключусь не будем уже в россии голову забивать иностранными словами и так у нас сфера добавляем именно визуализации и я поставлю глину мне так проще лепить так теперь что нужно поставить а нужно поставить в топологии вот почему сетку рвет да это вот что блендер что скульпт из альфа 6 вот это вот динамическая топология ее нужно включить установить размер именно сколько полигонов держать увеличивать так прореживание можно чуть-чуть тоже давайте добавим вот так где-то 6 и вот это все тоже можно разрешение перестроить вокселе и вокселе ремешинг вот этот ремешер сделать пересчитать давайте посмотрим w нажмем какое количество полигонов вы видите насколько сетка плотная нажмем ремешер и пересчитаем все это дело так сетка вот изменилась она теперь какими-то кругами стало а ну-ка если вот так все это дело отключить а блокинг куб именно включить перестроить попробуем это уже бокселе получается нам такое не надо контролл z ну тогда ремешер наверное еще пониже поставим так как и пересчитаем потом будем поднимать уже в процессе работы так что тут еще линейное увеличение давайте посмотрим что тут такое за линейное увеличение это уже на работе процессе работы видно ну погнали w отключаем именно видимость варфрейма теперь сцена отключаем сетку чтобы она не мозолила глаз и попробуем кисточками придать этому делу более менее нормальный вид так 3d кисть пока не нужно давайте расплющить поставим или лучше давайте стяну чки начнем так тут вот штука такая тоже уменьшаем колесиком именно сферу а вы видите что перо большое остается приближаем перо уменьшается вообще прикольно можно не использовать x и c клавиши ну какое-то время конечно так это мы вот так вот плюс ним поменьше поставим так здесь вот так как-то чайник ему притянем уведем вдаль ну что-то пока такое получается вот эти части сейчас мы накидаем на дуть так тут можно x использовать кисточка вот смотрите если вы x нажимаете и кисточку вот ведете но неким не бросили кнопку мыши и бросайте x то у вас ничего не не прибавляется нас сначала бросить кнопку x кнопку на мыши левую а потом только уже кнопку x вы и удерживаете так здесь вот побольше делаем вот эту часть ужас летящий на крыльях ночи так вот такая штука получается варфрейм смотрим сетку увидите насколько сетка уменьшилась ну будем сначала с такой работать а потом прибавим в динамической тут этой топологии прибавим именно полигонаж и уже доработаем ее скульптис альфа 6 с этим делом как-то попроще мне кажется так надули теперь что делаем нужно растянуть так это расплюснуть тянучку поставить так чуть-чуть побольше как бы к верху потом их уже до корректируем так они уже и здесь у него должны быть здесь у него чайник должен как бы вдаль уходить ну в принципе заготовка и вот эти части можно чуть-чуть приподнять напомню за клавиши это т вид сверху еще т вид снизу f вид спереди f вид сзади так клавиши вид именно сбоку справа а это левый а это правый так f нажимаем лицевую часть ставим теперь нажимаем т вид снизу колесико зажимаем переносим и попробуем наметить именно шею надуть вот эту часть здесь у него будет воротник так что нужно побольше надуть так вот что-то такое получилось теперь давайте следом надуваем вот эту морду вам побольше здесь накидываем смотрим чтобы снизу тоже ничего не ломалась будем накидом так вот нарабатывать так это дело тоже есть и топологию давайте пересмотрим так это у нас увеличить поставим на середину как и скульптис альфа 6 и попробуем пересчитать так что у нас тут получилось w вот сетка уплотнилась можно те шифтом выглаживать посмотрим как она будет работать дальше если полигоны начнут скакать уже подгадаем и посмотрим что да как так следом берем тянучку и тянучку тянем вот сюда вот так вроде теперь тянется хорошо когда я делал распутина я забыл за это дело за динамическую и как-то на нее не обратил внимание так здесь уменьшаем здесь как бы приподнимаем вот таким вот образом вот так и вот эту часть можно припустить а вот эту вот так как бы и клюв мы сделаем такое там побольше чуть-чуть сюда вот такого опустим так чайник наверное еще тут вот так а вот здесь сверху сверху вот эту чуть-чуть приподнять и как бы назад у так увести по моему у него такая черепушка была так ну вот пока что имеем да давайте поработаем теперь кисточкой именно складка так интенсивность чуть-чуть поменьше и вот так вот наметим клюв что-то вот в таком духе теперь наметим вот эту часть сразу ее отобьем вот так как бы здесь у него будет маска так но это у него будет свитер сразу тоже отобьем чтобы потом рисовать на ней складки голову тут потом подкорректируем ну вот в принципе уже персонаж правильно так давайте наметим глаза я бы такой вот глаза конечно в забрать вставить или скульптис альфа 6 но тут тоже попробуем я здесь не вставлял дополнительно вот эти как там сферы кубы давайте тогда вот что сделаем здесь на дуть возьмем и через альп все это не надуем а в дуем вот так выгладим все это дело сделаем гладкой и через альт прям побольше как бы вот так ну сделаем место для глаз словом так это дело тоже сделано вот клюв мне не нравится клюв нужен брутальный такой классный так значит сделаем тянучку чуть-чуть его так вот приподнимаем вот так здесь уменьшаем и подбородок чуть-чуть так это кисточку надо уменьшить вот так и это часть кого-то здесь сейчас губу будем преображать вот так вот здесь уже клеем чуть-чуть поработаем так но это самый простой вариант но хотелось бы чтобы он был как сказать ну не такой а другой так эти скулы чуть-чуть в бок уведем потом можно чуть-чуть сказать ну как бы закосить вот здесь косину дать ну так что тут еще вот эту часть уводим сейчас еще глаза под нарисуем вообще заиграет так вот эту часть нужно увести подальше так 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 и вот здесь мне тоже не нравится черепушка нужно поднять побольше возможно нужно было вот из этого сделать тонкую шею из вот из этой части а потом чуть-чуть добавить это такой большой воротник но тоже было бы прикольно так эту часть мы еще задираем вот так как бы ставим эту часть можно тоже чуть-чуть приподнять у здесь а вот эту часть я хочу сделать вот таким вот образом вот так и прям увести вот как-то так и как бы вот здесь я приподнять а вот здесь хочу добавить ему вот такой вот такую челюсть так давайте поработаем теперь кисточкой клей типа просто кисточкой так ну начнем наверно смазки так здесь вот добавим здесь уже нужно надуть кисточкой работать так вот так вот так вот здесь надуем вот эти вот дуги вот так вот потом клеем доработаем и можно отбить вверх вот этой маски я не знаю она у него не до конца шидет по моему вот так а вот это черепушка у него еще выше поднятая насколько я помню так это тянучку и попробуем так тянучку чуть-чуть ее так вытянуть как бы к верху потонше и вот эта часть по моему нужно ее тоже сделать еще поменьше вот как то так вот наверное нужно а эту чуть-чуть да возможно приподнять не без этого вот тоже так на эту повыше тут еще какая-нибудь наверное челюсть должна быть так у здесь черепушку я хочу еще потоньше сделать вот так и чуть-чуть повыше а вот теперь она мне нравится еще нужно будет доработать так что тут не так нужно теперь вот что нужно поставить вот этот кисть уменьшить ей интенсивность и и на альте поработать альт и вот так как бы понежнее все это дело прибрать вот так как бы так control z здесь x кисточку чуть-чуть уменьшаем еще так щелчок и через альт попробуем ее вот так вот здесь вот таким вот образом оформить так здесь выводим ее через альт вниз здесь как бы сделано такой вот пупыру и вот сюда вот здесь у него потом когда он эмоции здесь вот зубы у него возможно сделать вот тут пород и сделать зубы так что тут у нас тут еще можно пройтись вот в принципе еще так нормально и теперь здесь нужно немножко доработать это дело так здесь добавим вот так как бы так здесь вот начнем на вот добавим губу и в разные стороны и так здесь вот еще добавим вот эти дуги маска уже до оформленная только дорезать и у здесь я хочу через альт выборку такую сделать так здесь клюв чуть-чуть добавить сверху вот так как бы а вот эту часть еще вдавить но вдавливать лучше расплющить поставить кисточку так интенсивность поменьше так как бы вот даже еще поменьше чтобы она еле-еле скребла вот так вот так вот вот этот губа слишком толстая углом ставим как и в скульптис альфа 6 и немножко ее так тоншить надо вот тут вот так аж прибавляем и где-то шифтом тоже выглаживаем так вот так поработаем с подбородком не забываем клавишу т и колесико зажимаем и так все переносим так здесь у нас что получается здесь у нас получается вот такой переход должен быть так что где мы находимся чтобы точно уже уточниться так вот таким вот образом так еще что можно сделать вот это мне тоже не очень как-то давайте сделаем тянучку как бы к верху что ли вот так что ли приподнять так здесь как бы припустить еще больше но здесь клюв клюв так это так маска вроде мне нравится затылок вот мне не нравится как бы выше его наверно так приподнять здесь как бы под шею намек сделать что тут шея тонкая ну и набросать воротник сразу чтобы он уже так сказать был так вот так как-то потом здесь вот так складку какой-нибудь так вот так здесь вот нужно альтом пройтись так и чуть-чуть и тут закруглить и наметить этот воротник поставить кисточку надуть ее сделать поменьше и и вот так вот чтобы он типа как овальный был вот так вот аж так есть такое дело так дополняем добиваем вот эту губу нижнюю вот так вот корректируем верхнюю шифтом так губу еще наверно побольше вот так вот карта и у здесь вот так этот кант пройти так шифтом выровнять и набросать вот эту челюсть вот так как то так 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 что мне не нравится мне не нравится вот этот вот все таки переход давайте чуть-чуть повыше поднимем вот так а этот чуть-чуть наверно как-то вот так пониже вот здесь вот так и как бы через вот эту что-то наверно в таком духе хотя возможно не такая так он будет смотреться я думаю поприкольнее вот с такой челюстью так теперь что вот с этими боковухами мы их немножко задерем а вот эту часть немножко подтянем вот вот таким вот образом но здесь мы ее оттянем чтобы она с головой вместе было вот как бы угол составляла тогда будет более правильно наверно так разбираемся теперь вот с этой частью ставим надуть чуть-чуть кисточку побольше и вот так вот под накидываем так кидаем сюда побольше вниз как бы что-то вот такое получается так а вот эту часть давайте сплю с ним именно расплющить вот это вот так вот как бы угол ей дадим вот такой вот теперь ставим складка и вот здесь вот так вот надрезаем так как то здесь делаем тоже складку такую так что-то в таком духе так вот сюда тоже она уходит как-то наверно вот так что ли ну да где то что-то как-то так то и немножко наверное так вот это кисточку тянучку поставим и как бы ее вот вниз подать а эту как бы вверх задрать и вот сюда чуть-чуть вперед вывести вот что-то в таком духе вот как-то так наверно так шрифтом тут выгладим давайте попробуем глаз сюда вставить и уже будет понятно глаз это значит сцена добавить сферу тогда теперь трансформация отведем сферу бок вот за эту крутим больше меньше так вот сюда с этой стороны его с этой уменьшаем счета я не пойму так control z control z где здесь уменьшает смотрим как это переносит не это сплющивает так давайте вид сверху поставим вот сверху она вроде как еще уменьшает но только вот на полукруг вот сюда его ядреный батон и получилось вставляем теряемые из поле виду так вот тут вопрос теперь я не помню она копирует именно с какой стороны с правой на левую или с левой на правую так и растягиваем вот так вот еще и больше делаем и и немножко наверно под надуем так попробуем теперь что нужно симметрии поставить это визуализация так активировать без кубиков трансформация сейчас посмотрим что-то симметрия стоит а сфера не симметрируется как так понимать попробуем еще эксперимент маска перемещать так перемещать это не то а ну-ка если control d попробовать опа она продублировалась вообще бомба дубликат вот так вот тогда чё нужно здесь лепить кисть симметрию можно отключить и control и а как она перемещается теперь просто нажатием просто нажимаете и переключайтесь на другой глаз так и здесь симметрия отключена все надеюсь это один саптул они 25 так глаза пусть этим цветом будут виднее кстати так поставим теперь надуть посильнее и поменьше и так здесь вот такая штука так а здесь симметрию нужно поставить здесь симметрия короче работает на кисточку только по моему она саптулой что-то как-то не нашел по моему ну потом найду если что потом попозже займусь этим вопросом так вот так как бы складку здесь тоже как бы складку и вот к этой складке уходим так камера поменять нужно вращение трек в бок поставить во теперь с саптулами она лучше крутится правда вот теперь вот такой будет вид но ничего f выровним и поднимем не проблема но зато тоже мягче ходит так вкладку включаем уменьшаем кисточку и дорезаем вот так вот вот так вот тут шифтом ну в принципе все нормальный персонаж только вот здесь вот еще вот так вот отбить а здесь нужны как бы складки так что у нас тут за глазом еще я вот что хотел так у здесь вот можно тоже складочку пройти здесь над глазом чуть-чуть панахимичить так здесь чуть-чуть подрезочку подрезку так и вот здесь теперь ставим кисточку вот эту и так кисть в принципе нормальная накидываем здесь бок накидываем верха оформляем вот это тот удивление его здесь тут тоже чуть-чуть докидаем и вот эту складку как бы глазу подводим здесь у него вот так должно быть так здесь тоже добавляем складку ну и здесь тоже как-то вот в эту сторону так сверху не помню опять же есть у него волос нету ну нам без разницы здесь шляпа будет так а здесь вот нужно как бы здесь вот нужно как бы вот так еще форму придать здесь вот чуть-чуть вот так вперед вперед вот так как бы вот эту часть выравниваем и нужно здесь добавить вот эти вот типа волос так а волос добавляем так наискось как бы вот так вот чуть-чуть его попышнее вот так вот чуть-чуть его попышнее ну как листья так здесь вот тоже чуть-чуть вот так здесь будет поменьше какой-нибудь а вот здесь будет тоже типа волос так получается что-то у нас в таком духе здесь возможно уже можно использовать тянучку кисточку поменьше так получится вот так вот вот так 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 вот холосто чуть получилось но ничего сейчас мы это дело все компенсируем вот таким вывихом еще три достаточно вот эти штуки так теперь камеру поменяем на сферическую нажимаем и уже можно работать так кисточку вот этот клейки поставим и вот тогда оформляем волос как то здесь с завихрениями делаем ну чтобы понятно было что это типа волос и ну все вот такой получается джентльмен давайте попробуем глаза сделать так выбираем так надуть кисть давайте выберем кисть и и сделаем вот среднего размера и тут у нас вот симметрия тоже работает прикольно нажимаем alt и поглубже туда вдавливаем так вниз во теперь вот эту нажимаем кстати прикольно симметрию ловит так вот теперь кисточку делаем еще поменьше симметрию находим и через alt еще туда вдавливаем вот так прикручивая чуть-чуть бомбично но в этих местах можно так расплющить поставить и чуть-чуть как-то я не знаю так что ли вот эти хвосты до оформить их видеть так как-то закруглить чтобы угол какой-то был чтобы он как-то хоть смотрелся света спереди вот так как-то здесь потом суставе шертом как-то так вот ну вот так то неплохо уже так давайте добавим теперь шляпу так файл импорт наделами тут шляпа вот она так шляпы не видно почему делить шляпу удаляем переключаемся на персонаж давайте его пока так сохранить все точно все объединить или она так сохранится вместе с глазами сейчас я это дело с обтулами не пробовал так добавить ставим масштаб вида и добавить находим шляпу шляпа открыть а тут нам поможет уже так кисточка трансформация так делаем ее побольше а вот эта часть перекручивает так это переносит это усаживает кому интересно как шляпу сделать я вам потом расскажу напишите под роликом нужно ли вам шляпа так так-так-так-так-так-так-так-так-так-чуть и она пошире так вот как-то так теперь включаем тянучку и вот эту снегу шляпу делаем еще поменьше а вот эту часть вот так как бы задираем вот как-то так вот так ну конечно чтобы она сильно не была кривая тоже так вот так вот эту часть еще можно вперед вытянуть вот так и так эту часть поменьше и повыше так раз так здесь вверх приподнимем и вот так как его ну чуть-чуть шифтом не без этого и вот эти части на чтобы так и оставались но мало круглые так эту часть приподнять ну и шифтом 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 выгладить так вот и кисточка вот этой добавить вот эту полосу вот так вот вот так вот так немножко тянучки немного шифта выглаживаем везде аккуратно вот так вот такой черный плащ все всем пока до свидания